Сегодня в городе прошел второй тур праймеры с партией власти. Напомню, по итогам внутреннего голосования единороссы определяют списки своих представителей для участия в выборах депутатов гурсовета. Сегодня на сцене ДК КАМАЗа презентовали единомышленникам своей кандидатур еще 28 претендентов. Накануне было 26, а всего заявлено 84 человека. Среди спикеров представители самых разных сфер деятельности, от студенчества до городских властей. Конечно же, представлены и градообразующие предприятия. В общем списке 12 КАМАЗовцев. Но в своих выступлениях темы работы автогиганта не ограничиваются. Нам нужно сконцентрировать свое внимание на развитии общественных пространств в микрорайонах. Это и вопросы архитектурного облика нашего города. Ведь пустые пространства, которые имеются в наших микрорайонах сейчас, они как правило в лучшем случае сдаются под строительство, под точную застройку. Вопрос, связанный с незаконными постройками, он является притчевоязыцем. Позиции меня как руководителя города. Город для людей, а не люди для города. Сегодня, если есть обращение граждан, должны внимательно к этим вопросам относиться и принимать соответствующие меры. Также претендент на Эль Магдеев в своем выступлении рассказал о решении транспортных проблем. Уже скоро, отметил он, у города появится почти 200 собственных автобусов. Более экологичные и вместительные. В списке участников праймерис оказались и довольно неожиданные фигуры. Например, экс-министр энергетики Татарстана, руководитель республиканской сетевой компании Ильшат Фардеев. Его коллега по цеху, директор челнинского филиала генерирующей компании Айрат Зайнулин, также борется за симпатии выборщиков. Оба имеют немалый опыт работы во власти. У меня всегда было особое отношение к челнам. Наверное, от того, что лучшие годы жизни прошли здесь. Что меня беспокоит в челнам? Челнам беспокоит вопрос образования и нехватка специалистов, инженерной специальности. Я думаю, что вот этой части должна быть работа целенаправленная. Если я буду выбран депутатом, мои усилия будут в первую очередь направлены именно на вопросы ЖКХ, благоустройства и развития города. Ибо, имея многолетний опыт работы, как во власти, так и при производстве, считаю себя в этом профессионалом. Приоритетным направлением для меня стало это восточная работа по снижению платежей населения. А возможности такие есть.